Девушки отдыхают Вряд ли догадается, кто здесь жених Вот он жених, точнее уже муж Скромно стоит в сторонке Мне 12, мне 15 У нас так нельзя, чтобы целоваться на свадьбе Потом пройдет месяц, а мы заговорим с ней Женить бы единственное, что обязательно должен сделать за свою жизнь цыган-котляр Но права выбора нет ни у него, ни у нее Родители обеих сторон договариваются и женят своих детей, не спрашивая их согласия Часто между знакомством и свадьбой проходит всего три дня 12-летний Яшка женат уже год За будущую хозяйку дома его родители заплатили солидный выкуп 200 тысяч рублей У нее глаза такие зеленые Она красивая Чай готовит Пусть работает Зачем я ее взял? Заработать надо Там помыть посуду, там все, чтобы было Порядок дома, чтобы было Когда меня сосватали, не понравился А потом уже сосватали все У нас такие проблемы Нравится, не нравится, сиди и все Со временем понравится все В этом доме живут три семьи Родители Яши, он сам с Кассандрой И старший брат с женой Старшему брату 15 И у него уже есть сын Занимаются ребенком все по очереди Кто свободен, тот и нянька У плиты всегда хлопочут невестки Как только девочка выходит замуж На нее ложится вся работа по дому Но, как считает свекровь Нынешние снохи с хозяйством управляются плохо До замужества у Кассандры была мечта Необычная даже для современной цыганской девушки Чтобы я была не сестра Работала врачем Ну, у нас бесполезно В жизни цыганки очень много нельзя Нельзя отказываться от работы Нельзя расчесываться после обеда Нельзя переходить мужчине дорогу Нельзя задеть мужчины юбкой Нельзя учиться, нельзя мечтать Мужчине наоборот Учиться положено Недолго Максимум 5 классов Чтобы уметь читать Писать на русском языке И самое главное – считать Матери образованием детей не занимаются Присматривают за ними всем табором по очереди Главное – чтобы на дорогу не выбежал Ты как у вас русских? На ночь читаешь сказку Я свою взяла на руки Попела ему, байкала его, вложила Я ему не считаю Мне эта книга не надо Я неграмотная Мне это не надо Все без исключения мужчины в таборе – строители Специализируются на деревянных домах и банях Как правило, в воскресенье всем табором Мужчины разъезжаются по окрестным селам Искать работу Кстати, мужчинам, в отличие от женщин, мечтать можно Дом, машина Красивая, чтобы была Табор, где живет Яша, стоит здесь всего пару лет Считается небогатым Все, что зарабатывают, уходит на обустройство домов Тратиться на детей не принято Играют тем, что попадается под руку О компьютерах даже не слышали Яшка впервые увидел ноутбук Когда приехали в гости В соседний табор Первое – очень просто, очень легко Надо открывать ноутбук Второе правило – надо его включать Ждать, когда он закруется Максим – местный вундеркинд Знает наизусть состав всех футбольных сборных А в Португалии 10-й А в Португалии 10-й Нет 10-й Седьмой Седьмой португалист Кто не знает, что все нормальные А, в Германии, в Германии не знают Эммануэль Ноги Не знаешь, что такое? Ноги Я буду строителем Потому что цыгане не становятся Боистами Не становятся Строителем, как все Как все вот эти Мужчины У всех есть какой-то некий штамп О том, как выглядят цыгане Тут непременно пестрая кофта Пестрая юбка Платочки Что-то такое прям яркое, невообразимо А вот, допустим, английские цыгане Выглядели вот таким вот образом И сочетание несочетаемого И сочетание несочетаемого Вот здесь вот Командальный партук и кружева Несколько лет назад Валерия Янышева и Николай Бессонов Создали уникальный культурный проект Свенка По-цыгански это значит праздник Историки реконструируют быт Европейских цыган разных эпох Стараются восстановить все детали Здесь некая картинка, да Там девушка английская цыганка У нее фарточек мало с квадратой И, собственно говоря, вот он смотрел И вот так вот отрывал Каждую, каждую, каждую вот эту штучку То есть это настолько достоверно Вот именно так, как нарисованы Валерия и Николай по крупицам Собирают все, что сохранилось От цыганских традиций Цыганской культуры По мнению историков Цыганский фольклор исчезает Уже в третьем поколении После эмиграции табора на новое место Цыгане перенимают местные музыкальные И песенные традиции Меняется одежда Валерия профессиональная певица И танцовщица Сама шьет каждый костюм Подбирает аксессуары И даже цвет кожи Для этого она использует масляную краску Ведь цыганки всю жизнь проводили на солнце И их кожа приобрела оттенок Который невозможно передать с помощью косметики Очень важная деталь Басы и ноги В 1956 году В Советском Союзе Было принято постановление Совета министров О приобщении к труду цыган Занимающихся бродяжничеством С тех пор в театре И на эстраде цыганки Появляются только в туфлях Но настоящая таборная цыганка Должна быть босой Сейчас исследователи записывают Румынский цыганский танец Исполнительница Светлана Вышла замуж за цыгана И 10 лет жила в румынском таборе Цыганская культура уходит И нужно ее успеть зафиксировать Пока она еще существует Пока еще есть люди Которые помнят, как это сделать Которые могут изобразить именно эти движения Которые могут сшить одежду Именно такого фасона Когда-нибудь, лет через 200 Нам скажут спасибо А так когда-то танцевали русские цыганки Таборная танец Таборная танец русских цыган Она не берется за юбку Это чисто эстрадная И появилась она достаточно поздно А вот именно таборный танец Вот он выглядел приблизительно так Только-только одни ноги Раньше устраивались Вот такие соревнования и переплясы Вот кто будет дольше танцевать И не повториться И цыганка могла сделать 40 движений подряд Ногами, не повторяясь Сейчас таких осталось уже мало Точно так же, как народные песни Они постепенно исчезают, забываются И в репертуаре остается то, что Поется с экрана телевизора Мы очень даже просто физически Кожей своей ощущаем Как исчезает национальная культура Николай и Валерия Собираются в новую экспедицию Они намерены проехать По таборам цыган-котляров Яшку и Кассандру Редко можно увидеть вместе Сегодня скорее исключение Их отправили в райцентр на рынок Александров Один из городов Золотого кольца России Он расположен в 130 километрах от Москвы У него есть свой Кремль и своя богатая история В 16 веке при Иване Грозном Здесь организовали ярмарку невест Со всей России тогда съехались сотни красавиц Среди которых царь выбирал себе жену Окрестным селам тоже сотни лет Цыганский табор расположился на окраине русской деревни Между табором и деревней Сельская дорога А фактически пропасть Среди цыган котляры Этакие старообрядцы Они практически единственные Из 18 цыганских общин России Кто умудряется жить обособленно Цыгане, они есть цыгане Вообще-то им не касаемся Они нас не касаются Дети наши не дружат с ними У нас тут и деток-то мало Тут одни старики остались Кто тут? Нет, с ними дружить не застал Мне даже в дом говорят Пойдем покатаем все Пойдем Че это попит твой? Нет А че? Взял Ну пойдем покатаем все Пойдем Ну пойдем Когда-то ребята пытались играть в футбол вместе Но игра не задалась Мы играем Редко? Да А почему? Только потом отсюда на ногах не уйдем Почему? Они к ногам бьем Ну мы не допускаем Чтоб они слишком увлеклись И русскими ребятами Потянутых куда-нибудь На дискотеках На каких-то вечеринках А нам этого не надо Именно сюда В село Татьянино Едут Николай Бессонов И Валерия Янышева Здесь их ждет много работы Ведь где же еще Как не здесь Сохранились цыганские традиции КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Я сейчас вождь народа нифсахаринских нифхов. Ну, что такое нифхи? Это уже не нифхи. Ниф, прежде всего, это человек с языком. А языком владеет из мужиков я один. У меня есть программа, как спасти мой народ. Котляры — это румынские цыгане, которые приехали сюда в Россию. В 70-х годах 19 века. Это люди, которые старательно держат обычаи, от которых другие уже ушли. У котляров есть своя музыкальная культура. На один и тот же мотив огромный текст, который можно петь буквально на протяжении двух часов. Эти длинные песни сейчас можно услышать только от редких стариков. Валерий и Николаем в табор приехали музыканты. Для куража, чтобы расшевелить цыган, чтобы в пляс пошли. Исследователи надеялись увидеть настоящий котлярский танец. Но надеялись зря. Исследователи надеялись зря. Котляра танцует немножечко сгорбленно. Немножечко глядя в пол. Котлярка танцует, она изображает из себя покорную жену. И вот эта старинная манера, ее тоже практически сейчас нет. Котляры тоже сейчас переходят на русско-цыганский фольклор. И танцуют они очень многие так, как они видят по телевизору, как танцуют русские цыгане. Спасибо! Дай Бог здоровья! Вы думаете, сами цыгане не видят, что все меняется? У старшего поколения женщин заплетены еще косицы амбалдинари. У молодых уже более современные прически. Изменились юбки. Раньше юбки были пестрыми, сейчас юбки гладкие. Раньше был платок вот закрученный специально вот так вот, да? А сейчас, да, сейчас обычный совершенно вот платок. Иногда даже просто на гульке закручен платок, как символ платка скорее. Но есть традиция, прочность которой кажется незыблемой. Рано женить детей. Мальчиков 10-12 лет. Будущий муж в выборе жены не участвует. Невесту подбирают родители. За девушку платят выкуп. Причем золотыми монетами, которые были в ходу еще в 19 веке. Монеты покупают за обычные рубли. Раньше невесте полагалось привезти платье в столько, чтобы обеспечить ее нарядами минимум на 10 лет. Сейчас чаще привозят ткани. Ведь и цыганские платья выходят из моды. Тереза собирается женить сына. Ткани уже накупила, а вот невесту пока не нашла. Что-то красивая у тебя жена. Ну, и это тоже важно. Вот, и, наверное, хорошей хозяйкой будет. Вот, еще очень важно, чтобы она была из хорошей семьи, из уважаемой семьи. Так ведь? Иногда для того, чтобы найти невесту, едут просто на другой конец страны. А если кто-то другой эту девочку возьмет? Лучше сейчас ее взять, пока еще другая семья ее не увела. Они же не будут жить вместе, как муж с женой. Они просто будут жить, пока еще они молоды, они будут жить, как брат-сестра. Девочка будет просто привыкать к новой семье. Вот она будет привыкать к свекру, к свекрови. И дальше уже не будет семейных конфликтов. А происходит это не в последнюю очередь, потому что вот с такого раннего возраста они между собой, они привыкают друг к другу, притираются. Молодой человек, если он женился, он становится более ответственным. Он привыкает к тому, что ему надо со временем будет семью кормить. К своим 18-ти годам он будет мужичок, который стоит на ногах прочно. Да, забыл спросить, кстати, ребят, а у вас здесь школа, вы вместе с русскими учитесь или были отдельно? Да, школа, с русскими, просто взгляд. А в последний футбол сейчас они не хочут играть уже. Почему? А то нога болела, а то голова болела. Не, ну котляры же футболом занимаются давно, ведь когда еще жили, вот когда еще кочевали, так там с русскими все время гоняли в футбол. Вот я знаю, что русские цыгане, вот, они футбол не очень любят, а вот котляров сколько езжу, футболистов много. Русские боятся от нас играть. Хорошая, сильная команда у вас? Нет, ноги с ломанами ехали. Приезд новых людей всколыхнул табор и стал катализатором событий, о которых никто и не мечтал. На товарищеский матч ребят из табора отпускали с опаской. Ну давай, тебе что, так прям будет, что ли? А тут ничего другого нет. Нет. Пусть разминаемся. Вы сейчас разомнете? Разминайте. Давай, разомнитесь. Команду «Цыган» решили усилить игроками футбольного клуба. Противники надели зеленые жилетки. Но очень быстро стало понятно, что шансов на победу у приезжих практически нет. Клюк, клюк, дай! Бей! Так, а где у нас защитники, а? Кто у нас левый защитник? Вот ты, да? Зачем ты туда идешь? Вот ты стал, вот он стоит, зеленый, стал с ним. И стой, и стой. Если бы ему поздали, ты бы... Правильно? А ты пошел туда. Стой здесь, и ты проиграй. Стой. А куда? Стой! Так, ребят, он вратарь нормальный. Вы что, не стоите? 9-0. 9-3. Вот, только весы, блядь. Ничья, победила дружба по пенальти. Ну, а так, в своих местах надо играть. Если ты правый защитник, так играешь правый фланг. А ты вот левый защитник играл, ты лезешь на тот фланг. Зачем? А я правый был. Ну, правый ты налево лезешь, а слева направо. А школу записаться... У нас платные, ребята, секции. Тысячу рублей в месяц. Ребята весь день делятся впечатлениями от игры с табором. А Яша даже сообщил жене о намерении поговорить с отцом, чтобы тот разрешил ходить в футбольную секцию и дал денег. Ну, я думаю, что отец его не пустит. Яша никак не выберет момент, чтобы поговорить с отцом. Все в таборе заняты подготовкой к новоселью. Одна из семей собирается выделить сыну отдельный дом. Когда состоится праздник, никто в таборе не знает до последнего момента. Неважно, о новоселье идет речь или о свадьбе. Часто время торжества определяется утром того дня, когда собрались праздновать. Тогда звонят в соседние таборы и приглашают в гости. Раньше котлярки ходили на рынок гадать. Сейчас уже не гадают. Говорят, разучились. Кассандра, несмотря на свое имя, провидеться и становиться не хочет. Не видит смысла. Так что сегодня цыгане идут на рынок исключительно за продуктами. Причем мужчины помогают женщинам в этом не очень-то мужском по цыганским меркам деле. Но во время праздника каждый в таборе должен занять свое место. Женщинам находиться с мужчинами за одним столом не положено. На празднике танцуют много и охотно. Мария скучает по уходящим традициям. Приезд исследователей цыганской культуры ее вдохновил. Захотелось, как раньше, погулять под баян и выпить чаю из самовара. Мария решила собрать молодежь и устроить праздник по-старому. Но оказалось, что самовар продал кто-то из родственников. А на баяне цыгане играть разучились. Пришлось позвать русского музыканта. Праздник не получился. Парни стали играть в мяч, а девочки убежали в лес за ягодами. Яшка так и не решился поговорить с отцом о том, чтобы всерьез заняться футболом. Секция осталась несбыточной мечтой. Завтра он, как все мужчины в таборе, пойдет на стройку красить заборы и зарабатывать деньги на что-то более реальное. Например, на машину. А Валерия и Николай продолжают фиксировать моменты исчезающей цыганской культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова